Благодаря Духу, аминь. Гребная Господи, отцы, матери, братья и сестры, паси Господи за Вашу святые молитвы. Сегодня Господь так управил и сподобил нас в этот замечательный день государственные праздники, праздник великих святых русской земли, образца семейной жизни. Он является образцом к великий князь Петр, княгиня Феврония Муромские. Как надо прожить жизнь и как ее окончить надо жизнь. Вот мы к этому должны стремиться, так как они жили святое Богоугодное, и в этот день сподобил нас Господь служить Божественной Тургией ночью, так управил. И, может быть, мы собираясь какие-то другие, были планы у всех у нас, но Господь нас собрал, сумел собрать на этой горе Фаворской над прекрасным Черным Святым Морем, над колыбелью православного христианства во всем мире, ибо Крым это одно из первых мест, где были христиане, потому что сюда свали в ссылки. Здесь лежат мощи святых водников, Пенеримы и прочих святых в водах наше Черное море, оно святое. И вот мы на этой святой горе Фаворской сегодня служили ночную литургию. Полночь ровно мы причащались с вами. И вот, возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня давайте вспомним житие этих угодников Божьих еще раз, которые собрали нас сегодня здесь, на этой святой даре, и понять, что они хотят нам сказать через свое святое житие. В 1203 году от Рождества Христова благоверный князь Петр, второй сын муровского князя Юрия, вступил на престол, стал князем муровским. А до этого, за несколько лет, до этого он заболел тяжелейшей, до сих пор неизлечимой болезнью, проказой, или по-медицински, она называется лепра. Болезнь до сих пор не лечится. Но Бог ничего не делает случайно в нашей жизни, ибо говорит, что и волос с головы вашей не упадет без боли Отца Небесного. Тем более, такое вот страшное, серьезное заболевание попустит человеку. Для чего такое тяжелое страдание, такая скорбь? Для святости. Ибо не было бы этой болезни, не было бы встречи с февронией, не было бы встречи с февронией, не было бы святости, не было бы у нас этих святых, великих покровителей. Поэтому, братья и сестры, когда встречается она в нашей жизни болезнь, Бог попускает нам скорби, или потерю, или разлуку, или обретение болезни какой-то. Сразу же со слезами, с радостью благодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Ибо Ты уготовил мне какой-то особый подвиг моей тусклой, зеленой, скучной, бессмысленной, малоплодной, лукавой, ленивой жизни. Вот пришла скорбь, значит, если я ее претерплю, совершу подвиг терпения, значит, меня ожидает что-то очень обыкновенное, что-то очень радостное. И, значит, Ты доверил мне. Ты видишь во мне силы, Господи, силы потерпеть, силы преодолеть эту скорбь, силу благодарениям пройти ее. Спасибо Тебе, Господу, стараться проходить. А нету скорбей, значит, я пустой, немощный, слабый, бессмысленный, даже скорбь мне земля попустить. И никакой подвиг совершить, мне поверучить нельзя, раз нету скорбей. И вот, братья и сестры, Бог дал ему, этому великому князю, будущему великому князю, будущему великому святому землю русской, попустил эту болезнь, неизлечимую. Но Бог попускает и исцеление, и избавление от скорбей, если мы к нему обращаемся. Конечно, князь ему молился, как мне исцелить, ибо вот мне предстоит княжество, а как же я смогу послужить Богу и Родине своей, если буду болен. Или как, что мне жить, как мне быть, Господи, умирать ли от этой болезни, либо вот служить Отечеству своему, и церкви своей матери. И в сонном видении Господь открыл боговерную княже Петру, что в Рязанской губернии, в деревне Ласковая, проживает девица имени Феврония, дочь простого пщеловода, вот пойди к ней, и она тебя исцелит. И князь поверил этому видению, сонному, как откровение. Он разыскал это место, действительно, и есть такая деревня, Ласковая, Рязанская губерния, есть дочь пщеловода, девица простая родом, незнатная, Феврония. И когда он увидел эту девушку, он был поражен ее красотой, но не внешней красотой, ибо красота человека, как и говорит, особенно женщина, как учит нас Священное Писание еще в Ветхом Завете, красота женщины не в плетении волос, и не в кружевах, и не в нарядах, и не в украшении, а в смирении внутреннего человека. Красота женщины и мужчины, любого человека, это в мудрости и доброте. И вот эту вот мудрость и доброту в большом количестве он видел в этой девушке и дал себе обещание и Богу обещание, что если я выздоровею, Господи, если я исцелюсь, я женюсь на этой девушке. Дал такой обед, как подвиг, и буду верным и преданным мужем всю жизнь. Господь, Который милостивый принимает наши обеты, ради них возможно, чтобы мы, дав обет, вступили на поприще этого подвига, Он попускает нам какие-то скорби, как и в России Оптинскому, попускать уже болезнь, чтобы он дал обет, быть монахом и стал монахом, и стал великим монахом, и отцом для многих людей, для сотен, тысяч людей, покровителям и помощникам. А через не было болезни, не было в у нас обросе Оптинского. И не было болезни, не было Петра и Февронии. И вот Господь исцелил благоверного князя Петра, он женился на этой девушке, к огромному неудовольствию знатных людей города Мурома, потому что они чувствовали для себя оскорбление в том, что ими правит дочь пчеловода, девушка незнатная, простого рода, а мы вот бояре, а мы вот люди знатные, родовитые, с большой родословной, и вдруг какая-то девица, крестьянка, стала княгиней. И они начали бунтовать и подвивать народ против князя и княгини. И говорили князю, князь, отпусти ее, возьми себе девушку родовитую в жены, и тогда будем тебя покорять. Иначе не будем считать тебя князем, она не княгиня. Выбирай, либо княжение, но отпускай ее, разводись, женись на другой девушке знатной и богатой, либо уходи. И князь, который дал обещание быть всегда, всю свою жизнь, если Бог его исцелит, быть преданным и верным мужем, защитником этой девицы Февронии, исполненной самой великой красоты, которая дана человеку, мудрости и доброты, исполненной. Он сказал, хорошо, мы уйдем, я не поменяю. Мирские богатства, княжества, княжения, власть, деньги, и удовольствия, которые дают на свой брак, на свою семью, на своего родного человека, я не предам ради денег ее. И они отплыли вместе из города Мурома на ладье. И через некоторое время, как всегда бывает, после революции, те, которые обещают сменить, смените власти, выберите нас, власти плохие, они нехорошие, они вас обманывают, они богатые, давайте скинем, выгоним, и вам сразу станет хорошо. Эту ложь мы слушаем веками, призывающую нас к революции. К сожалению, русский народ, забывающий о Боге, забывает и о всякой премудрости, и снова, и снова верит этим лжецам, сбрасывает, выгоняет Богом поставленные власти. Бог знает, кто должен стоять во главе государства русских, земель, и их ставят, а те, которые устраивают революцию, не знают, кто должен быть во главе русских земель. И начались нестроения в городе, голод, мор, управлять не могли премудро, революционеры управлять не могут, потому что они бандиты всегда, они всегда воры, они воруют чужую власть, они всегда против Бога, а когда ты против Бога, ты не можешь ничего хорошо в жизни делать, ничего. и особенно управлять государством и народом, и российскими землями. И тогда народ взбунтовался и понял, что это Бог их наказывает за этот грех, что они позволили изгнать Богом поставленных Петра и Февронии, своих князей, их родной земли. И тогда они снова пошли с поклоном к ним, живущим в изгнании, но счастливо, потому что если ты с Богом не имеет значения, где ты живешь, во дворце или в хижине, в богатом городе или в бедном щеле, но если ты с Богом, ты всегда счастлив и радостен. И вот они пришли к нему, обрели их снова счастливых и радостных, пали перед ними на колени, попросили прощения за свой грех, и попросили величелом вернуться, управлять город ради людей, которые плохо без этих князей, никто не может управлять так, как они хорошо, премудро, по воле Божией, без гнева суетного, но с мудростью и справедливостью. И Петр и Февроний вернулись в город Муром и правили до конца почти своих дней, но в конце своей жизни они свою жизнь завершили так, как и должно завершить супружеским парам, православным, верующим, мужчинам и женщинам, они пришли в то состояние, в наивысшее, к которому, наверное, должна страниться каждая православная душа человека, мужчины, женщины. Это реминесценция, это высшая форма, одна из высших форм служения Богу, одна из высших форм самоотречения, самоотвержения, это монашество. И они по согласию, без развода, но спасали мирно, приняли оба монашеские постри, князь Петр с именем Давид, а княгиня Феврония с именем и Фросиня, и завершили жизнь свою так, как и должны были завершить по-настоящему верующие и православные люди. Умерли в один день, а представились как Господу, чтобы ни одного дня, ни одной секунды не быть разлученными друг от друга, Бог их не разлучил, и в Царствие Небесное попасть вместе, и были положены в одном роде. И сегодня приз на ходатайстве о всем роде христианском, о каждой православной семье. И вот, братья и сестры, сегодня, когда мы читаем, мы вспоминаем жития этих угодников Божьих или других святых, подвижников, Иерус Серафима Саровска, Николая Чудотворца, и видим их преданность, силу духа, самоотвержение, бескорыстие, подвижничество, мы поражаемся, ну откуда они взяли эти силы, ну откуда взялись эти люди? Да вот, среди нас они, эти люди стоят и находятся, и откуда они это берут? Да от Бога можно взять это все и более этого. Просто от Бога надо брать, просто с Богом надо больше разговаривать, разговаривать в молитвах, не просто вычитывать текст молитвы, какой-то, вот я обязан вычитать текст утренней молитвы, вот я обязан вычитать текст в вечернике, это должен быть разговор с Богом. Литургия, это разговор с Богом, сегодня мы совершаем именно разговор с Богом, потому что формально, если кто-то формально совершает службу с Богом, мы совершили, сегодня воскресенье пришли на службу утром, как обязаны, и еще ночью сегодня пришли, чтобы поварить с Богом в тишине, как Бог заповедовал, как Бог сам молился, Господь. Иисус Христос молился ночью. Мы пришли с Богом не просто молиться, не просто совершить богослужение, а поговорить с Богом. Сказать Ему от своего сердца, о своих нуждах, о своих вопросах, задать Ему вопросы. И услышать ответы. И услышать, что говорит мне Бог. Вот для этого ночью сегодня пришли. Мы сегодня пришли к Петру и Февронии, чтобы они нас научили, вразумили, как это происходит, как это надо делать. в нашей земной жизни, чтобы быть таким верным, таким преданным, таким терпеливым, таким непоколебимым, не менять свою жизнь, не разменить ее на златы, на серебро и на власть, не соблазняться идти, но идти по прямой дороге к Богу. Как это делать? Научить. И, конечно же, сегодня мы услышали эти ответы. Может быть нечетко, неотчетливо, может быть тихо, может быть еще раз надо, вот еще раз обращаться к ним, чтобы снова услышать подтверждение более четкого сущего ответа. Но мы сегодня не поговорили. И услышали, что в Боге надо брать эти силы, в Господе. Разговорю с Богом. В таинстве, исповеди, причастие. Всегда готовиться к причастию, сокрушенно и глубоко. Как последний раз, всегда надо исповедоваться, перебирая полностью всю свою трухлявую жизнь, все свои немощи, все свои грехи, искренне выборачивая, изнутринося на искусство, с глубочайшим покаянием, с глубочайшим осуждением, со слезами, плачая о грехах своих. Вот так надо исповедоваться, чтобы идти по дороге Петра и Февронии. Знать хорошо Священное Писание мы должны. Читать его, эти заповеди Божии, которые нам Господь дает в Новом Завете. Жить по ним, руководствоваться ими, делать выбор каждый раз в жизни по воле Божьей, по Его Слову, а не по своей греховной воле. Каждую скорость принимать как благословение Божие, как великое ответственное поручение от Бога, как доверие Божие. Я Тебе доверяю понести скорбь. Я Тебе доверяю понести болезнь. Это трудно, это больно, это тяжело. Я буду вместе с Тобой скорбеть и страдать, но я верю, говорит нам Господь, что Ты пронесешь эту скорбь, что Ты получишь плод духовный. Я хочу, чтобы Ты получил плод смирения, пока я не радостью и стал сильнее пройдя через эту скорбь. И скорбем радоваться, а не плакать, а не бегать. Каждого человека, встречающегося в жизни, встречается как ангела Божия. Особенность у нас ругает. Особенность у нас ругает, поносит, говорит такие слова. А зачем смиряет наши грешные души? Этот человек показывает нам наши грехи, наши недостатки, которые мы постоянно забываем. и когда мы реагируем на него всякими скорбями, грехами, страстями, вот, пожалуйста, он как диагност, как рентгенолог показал всю грязь мою душу. Спасибо тебе, брат, и спасибо тебе, Англия Божия. И многие другие должны совершать подвиги, и дела. Главное, идти за Богом. Главное, идти за Петром и Февроний, падая и оступаясь, конечно. И Петр и Февроний падая и оступаясь. Не было у них абсолютно все гладко, как и ни у кого не бывает. И Сарафим Саровский падал и оступался. И Евросий Уптинский. И Николай Чудотворин. Все падают и оступаются. Но встают снова, разбитые коленки потирают, просят помощи Божьей. Господи, врачи мои ножки разбитые, коленочки, и поведи меня отдали туда, на Голгоф, туда, в горный Иерусалим, на горе. Помоги нам, Господи, чтобы мы знали и верили, и понимали, что возможно в нашей жизни совершать великий подвиг духовный, подвиг любви, и всякий подвиг верности, преданности, и подвиг любви в Бога и в ближнем нашем. И помоги нам, Господи, чтобы молитвами Петра и Февронии мы шли по этой счастливой дороге в Царство Небесное и дошли до Царства Небесного Петра и Февронии и со всеми святыми отеца Бога задержившими. Аминь. Спасибо.